И вот Сергей нарядился в какой-то очень интересный комбез. Костюм специально сделанный для того, чтобы его надевать под основную одежду. Он полностью как термобелье, сделан из материала гортекс, стопроцентно. А ну стой, я посмотрю по кругу, у тебя пройду, посмотри. Интересно, я первый раз его вижу вживую. Неопреновая манжета на руках и неопреновый манжет на шее. Слушай, вот он на ощупь, он как, блин, какая-то такая овощеная тряпка, честно говоря. Это стопроцентный гортекс, прям стопроцентный не бывает. Это финны шьют эти костюмы, клееные швы, все, он полностью водонепроницаемый. А сколько такой примерно стоит? Ну, он один из самых дорогих. Ну, цена конкретней. Ну, 50, наверное. 50 рублей по нынешним временам с поплавком. Я считаю, это недорого. Если ты купишь отдельно гортекс, берем кшима, например, да, сколько рублей? Сразу не меньше 50. Просим-смолчим вообще. А здесь ты просто надеваешь на себя какой-нибудь легкий костюм, например, да, или любой утеплитель. И все, и ты идешь на рыбалку в безопасности полной, можно садиться на любой катер, там, с экипировкой. И вам даже для этого не потребуется надевать на себя спасательное жилет. А ты будешь не против, если я тебя с катера попробую все же толкнуть, и мы это заснимем, и посмотрим, как это будет выглядеть? А можно в жаркую погоду? Ну, на севере в жаркую погоду ты будешь ждать очень долго. Ну, они есть же разных модификаций, эти костюмы. Ну, ты одевайся тогда потеплее, потому что все же хочется посмотреть. И сегодня меня... Сейчас же. Здесь у нас дно потверже. Я сам. Ну, ладно, ты сам слезешь, и мы это заснимем и посмотрим. Просто реально, я вживую вот так это не представляю, как можно вот... Ну, я вот этот костюм испытывал на Ладога Трофе. У нас такая, там есть трасса бобры. Я просто люблю на квадроциклах еще кататься в спорте. Вот. И квадроцикл просто надо переносить на руках, потому что в некоторых местах ты даже дна не достаешь. Так вот в этом костюме я реально вот еще весь облепленный говном, вот этим глиной. Ну, вот представляете, тяжесть еще эта дополнительная. Я реально плавал. Ну, просто вот на поверхности оно держит. За счет того, что внутри воздух, ты остаешься на поверхности. А я два раза в прошлом году на реке, где мы проходили перекаты, вывлился из лодки. Вот. И хорошо, у меня была вторая сменка, поэтому как бы это... Было что немножко одеть, а так бы вообще жесть была. Вот я уже тоже подумаю о такой вещи, просто реально, когда ты... Ну, в таких экстремальных условиях... Очень удобный. Смотрите, сколько он места занимает, я вот тоже продемонстрировал. Просто хлоп, хлоп. Ну, покажи его вот так вообще, как это... Структуру я внутри, давай, засниму-то. Блин, ну я никогда бы не подумал, что так может быть. Да, такой тоненький гортек. А слушай, а то, что я видел толстый такой, это что? Толстый, это именно костюм уже профессиональный для рыбалки. Естественно, в первую очередь их покупают. То есть, подожди, это считается... Как термобелье. Как термобелье? Да. Непроницаемое? Вода непроницаемое, да, дышащее. Все, можно активно двигаться. Но при этом он... То есть, смотри, подожди секунду. У меня есть, допустим, это самое... Легкое белье, первый слой. Я одеваю второй слой. Вот этот слой, да. Нет, я одеваю... Его, его лучше вот сначала, потом на термобелье, на свое надеваешь его. Да. И сверху уже какие-то там теплые вещи можешь надеть, например, или куртку надеть на себя. И все будет очень удобно. Ну, то есть, вот в жару его вообще хорошо использовать вот этот проблем нет. В жару не будет проблем. В гортексте более. Конечно. А если холод, просто тупо пододеваешь. Ну, если холод, да, тупо поддеваешь. Просто что-то, какой-нибудь флисик туда надел, эту жилетку, пуховик надел. Все, туда все поддеваешь. Ну, а по размеру они как, маломерки идут или... Не, европейский размер. Чисто. Они, кстати, чем еще хороши финны, что можно их делать, эти костюмы, под заказ. Они единственная компания, которая шьет костюмы для детей. И много кто, у меня из друзей, берет с собой детей на рыбалку, они обязательно с собой вот одевают, заказывают эти костюмы. Ну, это интересно. Ну, в любом случае, спасибо. Слушай, я просто, честно говоря, был с небольшим недоверием к этой конторе. Потому что я вживую просто не видел, как это это. Мне казалось, это какой-то европейский обычный такой вот наворот. Нет. Я очень много рыбачил в Финляндии и в Швеции. У них практически все рыбаки одеты в Финляндии. Очень много людей, кто носит этот костюм. То есть, если я закажу вот на свою комплекцию, можно будет сделать? Вообще. А времени сколько уйдет на это примерно как? Ну, от месяца до двух. Ну, терпимо зимой заняться. Вплоть до того, что вы можешь даже себе заказать костюм со своими логотипами, нанесения, все что угодно. Для спортсменов, для рыбаков они... О! А это очень важно, с логотипами. Конечно, конечно. Это все под заказ, причем там не очень больших денег стоят. То есть, ты снимаешь с себя все мерки, отправляешь нам и отправляем заказ на фабрику. И они смотрят, если у тебя стандартная комплекция, то ничего и не надо. Если у тебя там большой живот или... Ну, я напишу, куда обращаться. Это самое, если кому будет интересно, пусть тебе обращаются. Да, да. Давай, спасибо. А я его сложил, смотри, вот сколько он места занимает. Ну, ты давай, одевай его обратно, потому что будем испытывать тебя на воде. Вот Сергей сейчас продемонстрирует реальные возможности этого костюма. Я, честно говоря, не ожидал, что он согласится на этот эксперимент. Вот, он попросил меня оттолкнуть, вот, но я отказался, потому что это выглядело очень... Я должен качнуть лодку, мы долго думали, там, может, постановочное видео, как мы это сделаем. Нет, тот самый пойдет. Вау! Супер! Вау! А что, он надулся прям? Да! Су... Я тебе говорю, он за счет воздуха и все. Я могу прямо вот плавать. Какая водичка-то хорошая, ехать! Слушай, снимай, я сейчас тоже поплавать хочу! Ой, смотри! Офигеть! То есть, если воздух лишний, мало ли, вы можете взять и подпустить его через горло просто немножко и изменить свою плавучесть. Нет уж, плавучись менять-то, извини меня на воде. Я бы этого не стал, нет, ладно? Я хочу сказать, что реально, если вы одеты, тепло внутри, у вас поддержка, этот костюм вам спасет жизнь. Случаи бывают разные абсолютно и, ну... Что бы вы... Не, жизнь, это самое главное. Что я вас не обманываю. Давай, вылазь, хорош. Что я вас не обманываю. Вот, смотрите, я полностью сухой. Тут вот эти неопреновые манжеты, рукава. Все, вылазь, вылазь, хорош. Красава! Я не думал, что ты решишься. Ну, слушай, это предметно, конечно. Я обязательно прям тоже задумываюсь насчет этого. Ну, вот так вот. Это север. Плюхаться в такую воду тоже так надо. Даже в таком костюме еще решиться. Ну, на этом... Пробы костюма Урсур закончились. Здорово вообще, крутяк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...